что в новый год едят люди конечно мандарины мандарины мелкие вкусные нынче в этом сезоне супер просто я в зиму обожаю мандарины больше всего больше вернее чем мандарины я люблю один раз в год оливье я понимаю что к новому году все гастро блогеры наверняка или выпустили или выпустят ролик с оливье я подумал чем же отличиться от всех остальных я и так от них отличаюсь внешностью голосом каналом подачей ингредиентами всем но оливье неоспоримое блюдо на нашем столе давайте сделаем ну пусть даже это будет не тазик потому что возможны ингредиентов у меня не так много и не хочу делать тонну оливье но это будет оливье с морепродуктами потому что как готовить ваши традиционный домашние оливье с колбасой говядиной языком или еще с чем-либо вы знаете лучше меня но так как например моя жена вегетарианка она не ест мясо и но есть морепродукты то я вот несколько раз уже делал такой оливье который соответственно заходит великолепно и люди такие типа из серии вау это же тоже таз какой-то еды смешанная там всего со всем и ну то есть прям еда еда и много всего жраки при всем этом прям реально очень хорошо заходит и говорят классная идея почему бы тебе не снять ролик ну и вот в общем я решил что нужно снять ролик значит лук сырой нужно нарезать максимально мелким кубиком максимально мелким кубиком для чего ну конечно же для нашего салата потому что лук должен быть обязательно в оливье щеки это тем такая актуальна и значит но сырой лук если вы его в таком виде отправите в оливье то мало того что он может скиснуть на завтра весь салат весь тазик а может еще произойти знаете что он начнет отдавать вот этот свой вонючий аромат и вы испортите салат чтобы этого не происходило мы его быстренько вот сюда плачем и пересыпаем в тарелочку значит в тарелочке я его слегка подсаливаю перемешиваю с солью и заливаю кипи точкам раз 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 для того чтобы у нас лишний аромат ушел 15-20 секунд все то выливаем обратно возвращаем все готово дальше у нас идут огурчики блин сорян я забыл самое главное мне нужно подготовить подготовить нужно морепродукты несколько четыре пять шесть шесть лавровых листиков в кастрюлю сразу же заливаю фильтрованную воду у меня спонсор да знаете это аквафор кто еще не знает это офигительные фильтры которыми я пользуюсь уже весь год кто смотрит меня целый год знают что я использую не только вот такие вот кувшины которые кстати мы недавно разыгрывали но еще у меня есть встроенный большой фильтр который помогает но получать чистую вкусную фильтрованную воду потому что знаете как бывает берешь морепродукты из крана водиться с хлорочкой со всякими движениями разными и химическими элементами бывает отвариваешь и вкус такой странный как будто бы что-то с креветками не то чтобы этого не происходило я всегда использую только фильтрованную воду не забывайте об этом но и не забывайте что для морепродуктов нужен лимон всегда 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 лимон лаврушки довольно много я сюда выдавливаю лимон меньше половинки и бросаю сюда же шкурку терпкость у меня еще лимон узбекский тонкой кожей руки пахнут шикарно шикарно пока закипает у меня рассол обязательно нужно туда еще добавить кстати ветки укропа которые пойдут салат все что не в салат все туда и соевый соус обязательно прям не жалея обязательно чуть-чуть острого перчика у меня обычно всегда вот остаются перчики которые не я не доедаю да и я их бросаю они при ком-то температуре высыхают становятся такие прям поэтому сюда обязательно пару зубчиков чеснока опа раздавили шелухой прям бросили туда и пока закипает у меня рассол вам расскажу вкратце что такое морепродукты но вернее морепродукты то то что водится в океане да я не об этом я взял морской коктейль в магазине ходил и размышлял что самое популярное есть в магазинах по всей россии чтобы не было проблем потом никаких чтобы не писали му типа супер какие-то королевские креветки не найдешь днем с огнем этого нету это у нас деревне очень не продают и так далее вот это в заморозке было был морской коктейль который как правило вот судя по значит тому что вот даже мидии да смотрите мелкие крупные тут вообще и средние каких только чё тут только нету и креветка коктейльная и она вот тут поменьше побольше и какие-то невнятные кусочки осьминога разного вообще разной величины щупали кальмары щупальца кальмаров толстый какой-то кальмар видимо то ли из китая он заплыл вот это вообще какой-то огромный то есть я понимаю и вы понимаете что морские коктейли делаются из отходов ну то есть то что идет не кондиция на красивые там калиброванные креветочки тролливали все сюда поэтому это стоит недорого реально вот сколько здесь у меня 600 граммов я купил за двести тридцать рублей что ли ну там еще воды куча стекло и в общем не знаю я даже не буду ставить это на весы чтобы не портить новый год ни себе него в общем недорогая такая штука как морской коктейль прекрасно подойдет для этого салата можно резать можно не резать делайте на свое усмотрение вот эта штука вкусная будет на так погнали наши городских огурчики только слабосоленые морепродукты только слабосоленые огурцы никаких маринованных корнишонов никаких бочковых пересоленных мощных огурцов вот когда будете с язычком делать там да там нужны бочковые а здесь нужно все щадящее тем более что у меня есть еще маринованный чеснок в свекре поэтому там будет кислота присутствовать ну и конечно же никакие серединки сердцевинки тут ничего вырезать не надо огурцы должны быть огурцами режьте все что дали не стесняйтесь и будет вам счастье да если вы живете на камчатке подчеркиваю на сахалине или дальнем востоке то в этом салате приветствуются морские гребешки крабы ешкин кот еще же это есть как же футы трубач есть еще есть еще этот морской огурец трепанг вот это все пожалуйста все для вашего удовольствия все для вашего нового года сейчас все-таки позавидовали сахалин и камчатки это никого обидеть не хотел друзья вы же знаете рыба сюда не подходит сразу если вдруг вы уже написали коммент ну как как я очень часто ржу конечно от комментами про морские гребешки можно морские гребешки в блюде и заменю свинины конечно можете заменить морские гребешки свинины проблем никаких нет а кускус замените свеклой капустой и добавьте побольше воды будет у вас офигительный борщ но ничего общего с моим блюдом не будет так лук огурчики вот как пахнут малосольные огурцы это вообще отдельная песня я обожаю малосольные огурцы и активно кстати использую не только с морепродуктами вообще в салатах малосольные огурцы они просто вкуснее сто раз чем соленые не ну соленые и в смысле ссоре не хотел сравнивать соленые тоже вкусные я бочковые обожаю не очень люблю маринованные значит степень нарезки крупность размер калибр вы определяете сами иначе вот такой получился у меня чеснок он продается в банке в магазине готовый маринованный в свекле чеснок стоит копейки и копейки я боюсь значит обмануть с точной цифрой но из серии что-то это сыпать типа 36 или 34 рубля прям вообще слышу я уже закипает рассол значит что здесь нужно быстренько ускоряться с чесноком да и когда готовите вот такие вот много составные салаты конечно привлекайте своих домочадцев во первых смотрите как выглядит маринованный в свекле чеснок он очень круто подчеркивает цвет цвет салата сразу же укроп укропа не жалейте это море продукты и со стебелечками вместе остаются стебли но ничего страшного будет хруст будет аромат потому что укроп это самая освежающая крутая зелень и когда у вас все ингредиенты вместе соединяться ваши гости скажут где-то вы взяли такой рецепт шикарный вы скажете но на канале нашего друга же василия мельянька потому что новый год то не за горами я как-то должен же вам помогать делать этот величайший праздник вкусным и красивым даем нашему рассолу прокипеть буквально пару минут там не будет ничего такого не нужно наваривать овощной суп потом ситечком раз все отсюда мусор а то потом замучитесь вытаскивать всякую эту шелуху когда туда ну вот лаврушка здесь парочка осталось пусть останется ничего такого значит морепродуктов нужно слить воду и добавляем морепродукты вот сюда они холодные сразу же воду отключаем газ отключаем воду больше не нагреваем нам не нужно варить морепродукты нам нужно просто чтобы они чуть-чуть полежали подготовились и подготовились ну смотрите три-четыре минуты больше не надо столовую ложку каперсов обязательно средиземноморская кухня каперсы любят рыбу морепродукты морепродукты любят каперсы но и конечно же не забываем что у нас должна быть картошечка ухты картошечка у меня какая странного какого цвета желтого не самый лучший вариант для оливье но какая была магазине такую мы и покупаем я уверен что и вы точно также действуете по такому же плану типа хотелось бы конечно определенный сорт картошки для оливье но что было то используем нарезаю картошку и сразу же в тазик когда прошло пять минут сразу же достаем морепродукты из кастрюльки долго им нельзя находиться в кипятке еще пальцы кальмаров вообще идеально приготовить толстостенные на такие плотные но съедобные проблем нет я сюда режу в тазик одну картошку и одну морковку и не забываем про яйца я режу 2 яйца центр вселенной этого салата вот в чем когда мы делаем точно такой же салат оливье но только с чуть-чуть не изменяем ход событий добавляем морепродукты нужна классная заправка просто майонезом здесь не обойдешься так вот самое лучшее дополнение к майонезу это соус терияки он реально есть везде если в вашем магазине нет соуса терияки он есть у меня на канале курица со соусом терияки сварите это должен быть сладкий вкусный соус густой который просто вы даже не представляете насколько он хорошо подходит к морепродуктам ну а так как в магазинных соусах азиатских чаще всего есть усилители вкуса то я вас уверяю заправка получится просто на добавляйте по своему вкусу нету какой-то определенной пропорции две столовые ложки я сюда добавил значит здесь у меня четыре столовые ложки майонеза две столовые ложки терияки он не должен быть слишком жидкий он должен быть однородный вот такой вот соус он конечно коричневый стал не очень привлекательный но здесь же у нас яркая цветовая гамма еще ложечку и вперед главное не переборщите чтобы у нас резко оливье не превратился суп что приверженец небольшого количества соуса значит тот добавляет вообще пару ложек так теперь прям рукой почему прямо рукой потому что внизу все равно вода видите все равно у морепродуктов будет вода на дне чашки чтобы она не попадала в салат добавляйте это все руками заодно вы сможете почувствовать если вдруг будет какая-то твердая скорлупка от мидии или еще чего-нибудь я даже подозреваю что можно было бы и устриц также фигануть туда но с устрицами аккуратнее они когда их достаешь немножко обрабатываешь обжариваешь или духовочки чуть подпекаешь у них наверх начинает выходить йодовый привкус поэтому во всем мире люди стараются устрицы есть в сыром виде они в приготовленном французы конечно едят и в приготовленном но это не самый лучший вариант мощный мягкий ароматный и он не пахнет морепродуктами ну то есть он не пахнет рыбой он пахнет майонезом три яйки вот этим вот этот сливочно укропный привкус малосольный огурец картошечка морковь я даже не знаю надо ли мне его сервировать потому что чаще всего накладывают красивой горкой добавляют немножко красной икры и все поэтому давайте оставим его в тазике потому что лично у меня ассоциация оливье это тазик слово полный тазик оливье и это как звучит как рок изобилия на вашем столе кальмары кто хочет может добавить немножко чеснока но что-то мне подсказывает чеснок будет лишним соли соли чуть-чуть только пробуйте аккуратно когда будете готовить этот салат потому что боюсь он может не дожить до праздничного стола но вот смотрите сюда я икру не рекомендую вот не добавляйте пожалуйста больше никаких лишних ингредиентов я понимаю что охота и свинину заменить нам и гребешки и так далее но он потрясающий и вот прям по соли и перцу доведите сами вы поймете что с 2019 года с конца ваш новогодний стол не будет прежним до свидания мне еще целый тазик оливье доедать с наступающим новым годом дорогие друзья